что он тут делает почему мэр города в венеции я не понимаю почему он оказался в дубае витаю дамы и господа а все по футболке понял в лидерствуйте так смотрим я пожалуй начал самую нелепую авантюру своей жизни так какую 10 плюс лет или несколько 10 лет 10 лет я сидел в своей комнате как вы знаете та самая синими стенами которые много называют типа психушкой и куда меня только за то время не приглашали за все это время мне было различное количество просто не знать десятки разных предложений и просто куда-то поехать и позаниматься чем-то чем не только не предлагали то есть особенно во времена еще когда доту играл не предлагали буквально чуть ли там не работу какую-то в америке комментировать international и прочее 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 но вот чё ты пиздишь то какой работа в америке кому-то там нужен-то блять сидит сочиняет ёпта верим верим всем твичом ёпта блять работу в америке ему предлагали и чтоб ты там делал блять многие считают что мне что стриме до сих пор но я уже много раз на эту тему отвечал говорил вы помните моё последнее видео на ютубчике то что я рассказывал что мне там уже многое надоело то что я не могу стриме то что хотят зрителей то есть как-то так все сложилось наконец-то что она как бы и ситуация общее и контент типа это меня подталкивало время от времени к тому чтобы начать какую-то другую деятельность контакт новую деятельность но кстати не помните тебе будешь владельцем элитного эскорт агентства или что стрима я не бросаю по сути то есть стримы будут когда я куплю компьютер собственно как я сюда попал еще здесь буду заниматься если кто-то сразу думает что-то чисто казино стримы мой контент то нет это на самом деле вообще никак не особо связано казино стримов по сути станет рыбу не больше не меньше волкер верим контент совершенно в другом заключается есть много чего что рассказать много мыслей но я не знаю смогу ли сейчас в одну бля как же он сглатывает вот это бля это заебало хуйня блять так давайте начинать самого начала давай мне пока что 3 платили насколько я понимаю самый дорогой отель в мире 0 и один из самых дорогих отель мире мы находимся прямо сейчас это конкретно пальма джумейра чем продемонстрирую тут конечно надо аккуратно потому что кондиционер отключается когда это открываю мой оператор подойдет покажет где мы находимся конкретно вперед продемонстрируй так и чё я не понимаю нахуй значит собственно здесь я нахожусь последние находит несколько днем короче в дубае есть такая штука перестройка виде пальмы не он видимо на отшибе живет либо на такой же полуострове который высыпан короче вы поняли несколько дней пальма он же сказал ну да я просто не слушаю то что это папич может чего угодно говорить понимаете выходить туда невозможно я даже не ходи потому что там просто от то есть я об этом всем постараюсь подробнее рассказать просто не знаю когда в этом видео или чуть позже я расскажу подробно и об этом самом дорогом в мире отеля ну я не знаю самый дорогой или не самый-самый дорогой но я слышал тут какой-то номер есть за сто тысяч буквально номер который мне сняли говорят стоит больше десяти тысяч долларов бля очень здорово я не понял к чему ты это говоришь ну что дальше в неделю и что от пиздец и чё дальше скажу так я вам покажу конкретно этот номер так давай-ка пройдемся номер номер от кровати тут гардероб смерчем я никто не хотел там я не знаю какой-нибудь башни квартиру бы снять за эти бабки ну просто так что ты там жил они в отеле один вина кса ваши новые технологии да начу первый раз как и захожу привет с дальнего востока респект тебе за все что делаешь да какой завидую чуваки я сидел в общем блять отели в одно время цена которого составляет ну прям 100 кусков 100 100 с чем-то кусков сутки бля ну мне как-то вообще да если честно вот реально одноразовая акция была я поехал пожил там 5 дней но там отель был пиздец ребята нахуй у меня вот фотка вот это вот где я блять сидел в инстаграме на остров из моего отеля из моего номера джакузи нахуй оператор диван кровать блять ним стажем кстати возможно да поэтому заблюрина хз то есть примерно вообще смысле не заблюрина погодите где не заблюрина скажите я сейчас посмотрю зацени я сделал фонг с поднебесным то есть примерно вообще такая квартира вот именно квартира сама номер винница это девушка какая-то типа я бы не сказал что это мелкая девчонка но я думаю два чары уже там какие-то теории подразгоняли каком-нибудь там новостроя я точно знаю такое будет стоить ну я не знаю чтобы снимать ну ну тысяч двадцать пять гривен 25 тысяч гривен может быть 30 тысяч гривен я не знаю это предел 30000 гривен это самый предел то есть 30000 гривен но это вот блин ты мне это блин вот четыре минуты чел же жила наваливает всем реально блять сука ты для чего видео снял расскажи как ты переехал чубля вот это 30000 мне блять чё ты тут делаешь ты можешь рассказать да это грубо говоря там будет под 700 долларов в месяц и это предел это предел если на не новострой это может стоить 20000 гривен а здесь больше десяти а кстати все кстати что это для я так подумал морковка думаю что это другое думал это морковка свежую морковку это больше десяти бля какой свин тыс долларов неделю то есть на голове это не укладывается очевидно я не могу себе позволить сам за это все платить а дальше кстати ну будет не то что больше я в номере только изначально пока что приехал пока тут совсем разбираюсь так короче заранее вот это не вырезайте я не завидую папичу у него своеобразные зрители как бы я более душнило я конченый я знаю что есть такой стример и все его признают его гениальность просто это не признанный гений папич он опередил время он родился не в то время в которое должен был родиться бля я учусь на гостинице его поселили в самую дешевую категорию номера и кстати довольно дешево для дубая короче пиздобол он ебан но здесь из дорогого только панорамные окна и вот это вот балкон да то есть ну это полная я бы в дубае в недорогом номере и скажу вам так что там даже лучше было там даже ремонт был охуевший причем чтобы вы знали в этом моем номере из выхода из номера был блять будж халифа вот так вот прям перед ебалом понимаете то есть ну что-то по-моему припиздели типу очень сильно в дубае я был раз 7 есть некоторые проблемы дальше буду жить в доме вот это уже интересно дом у меня будет какой-то как мне рассказывают один винт организовали мне пентхаус прям о вот это вот это уже хорошо вот тут можно завидовать дом супер дорогой но в чем прикол даже супер мега дорогой дом дом который по размеру в десятки раз больше этой комнаты комнаты больше там допустим на 100 квадратных метров с бассейном на этаже поэтому и в этой а с ученым супер дорогой дом супер роскошный дорогой дом он будет стоить дешевле оказывается хейтерочек душ ниш про видос твои блоги посмотреть недовольные лицо алинки контента ноль ты-то эксперт контента ноль братан да это ж я на 20 минут завожу как меня перевезли да здорово урыл реально по факту блять братан как же фанаты папича подорвало чуть-чуть блять ну ладно типа чё ну раз я не делаю контент в принципе мне типа чё я должен типа оправдаться как-то или нет ну не нравится не смотри ебать чем проблема но не понимаю 250 рублей это хорошие деньги братан спасибо или примерно о том же уровне что эта комната а в чем прикол все почему все из-за сервиса в этом опять же на подробнее чуть позже расскажу уже на в другой части видео тут сервис конечно ебанутый все за тобой ходят потому что я душню потому что мне хочется узнать его подписал вам вин для чего чем будет делать насколько контракт для сколько он будет жить вернется ли назад типа где хатан это голубенькая или не вернется он назад вот это бля мне чел сидит рассказывает я грызу морковку несу хуйню ну это же не интересно но я жда даже я жила так воды не наваливаю блять в этом прикол он расскажет ну бля ну пять минут какую-то блять смотрим не нравится не смотри проблема в том что я и не хотел это смотреть но мне 10 тысяч задонатили чтобы я вот это посмотрел поэтому у меня есть оправдание чел вчера зашел говорит давай ебашь и кланяются бесконечная уборка 24 7 я считаю что по печи нужно его же условием смотреть я считаю все кто смотрит по печи по печи должен всем хотя бы по сотке рублей заплатить чтобы вовсе смотрели иначе это полных понимаете это не должно работать только в одну калитку блять это должно работать две калитки за каждый просмотр который кто посмотрел по печи он должен доплачивать бесплатно смотреть все меняют воду там ну что угодно думаю опять же подробно об этом позже расскажу я попытаюсь описать в общих чертах зачем что приехал чем буду заниматься у вас почему чтобы я уже обидавая огромное количество было предложение за последние 10 лет наконец-то я все-таки согласился на что-то ебанутый хайп и все кто смотрит сейчас тут не просто так что пошел нахер вот это нахер хейтеров из кофа дубайского нет папич мне симпатизирует понимаете мне нравится его подход мне нравится то что чел лутает огромное количество бабок и всех в рот я только в этом могу позади позвали покрутить если и дубай и сделайте стэки на игры с другими селебрите нижнего интернет я просто к чему говорю вот я единственно в этом завидую просто я если я скажу что во всех в рот меня все скажут и по у нас в разы больше стало лучший чату как и тебе наилучшего стрима а что это мне предложили кучу разных там и вот ну оплатить не все жилье какие-то деньги прочее 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 заебал ты морковку грызь сука не понимаете давайте подумаем над теорией значит ван вин покупают папича хорошего стрима вова я чё-то не помню там по 1x bet по моему пизданули потом появилась один их ставка или не она ван вин бля просто у них цифры и шрифт одинаковые практически братишкин снова мамка ёб снова греться по жесткому жду извинений на камеру мне такого не будет далее ему денег оплачивают ему проживание вывезли его кстати да я так понимаю ну это вообще другое они никак не связаны с 1x ну ладно значит я не знал получается чел приехал и будет тут жить но бля ребят ушла эпоха я хочу сказать ушла эпоха ушла эпоха голубого голубой психушки ушла она вот эта камера снизу все пиздец скорее всего будет коллабить с кем-то ладно скажу как человек который иногда стримы папича смотрел ну раньше как будто бы челу нельзя было блять в медийку в этом его была индивидуальность что он недоступный такой что у нас кетыч блять ему вообще на все час его скорее всего будут на коллабы тащить везде час ним контента будет я и сколько и изюминка мне кажется пропадет а человечица чел перестанет хуйню нести типа если мне просто бы предложили допустим звонвин мафия стоит он же не соскочит мб я не знаю с перебоями уже невозможно даже если просто вы предложили приехать и оплатить это я бы не согласился потому что ну блин так почему для многих людей это мечта для меня там ну вот это не отдых то есть по сути я я не чувствую что как бы там ну я могу конечно вот я могу там где-то походить какой-то зайти спортзальчик бассейн если нету людишек я нашел один бассейн где можно зайти когда там нету людей удобно но для меня то вся эта жизнь это для тех кто там любит ну как бы на не знаю какие-то там вечеринки тусовки есть одна проблема очень важная типа ты же не сам это купил ты же просто живешь по факту у тебя какие-то обязанности есть чел это работа полноценная ты тут не отдыхаешь то даже в речь не в том что это для тусовщиков или еще что-то нет не про это речь то есть ты грубо говоря сейчас получается ну как чё ты должен будешь делать ну просто так тебя чё в чем смысл тебе просто так денег давать что-то такое роскошное вот примеру уже про это и говорит нет он говорит про то что это не отдых это вообще все кто-то мечтает о такой жизни кто мечтает о такой жизни мечтать купить не движку в дубае вариваются с ним на коллабу казик атака у него тоже ван вин нас от из-за хайп мать про кстати мб кстати мб вчера я поднялся на 22 этаж там где короче на детки и бассейны которые с крыши падают там огромное количество ниши ну как огромное ну человек там 20-30 все в этих бассейнах что там распевают музыка громкая нет от мозги голова болела куча людей то есть я на побыл минут 15-20 мне реально стало неприятно это все просто не мое это ночная жизнь развлечения тусовки после бы то что воспринимаю большинство людей за развлечения это не мои развлечения то есть единство что мне сейчас по ходу нравится вот что меня устраивает мне нравится то что тут сервис есть хороший в принципе даже могу заказать объяснить какая мне еда нужна но кстати в чем это реально просто такие банальные вещи все такой я могу тут объяснить чтобы все я хочу я хочу карет марковка in my room у них нету гречневой каши я люблю гречневой кашу ну это полный числе не объяснили как я даже прочитал в интернетах гречневая каша это считается еда для для собак или что для короче для животных разных что в европе что в америке что здесь дубайске на тебя потом они не подают просто буквально гречневую кашу то есть для этого нужно ее покупать это отдельно и самому готовить ладно очень много информации и заевался давайте по существу я приехал сюда по сути вот для этого я буду записывать различные получается видеоблоги но в чем прикол я не просто буду ходить записывать ну осматриваться мне один вин организовали вот это какой рукой лучшим она буду в левую руку же морковку это правая рука братан ладно еще ли у артас как вам такое типа не организовали карту на которой будет вместе это это правая рука молю бога чтоб шейхи дубая построили его квартиру с синей комнатой в масштабе один к одному иначе его существование в дубае бессмысленно если бы это было зеркало у него бы ван вин неправильно написано было бы на карту посмотри чё за хуйня по я ничуть долл как так у меня сейчас в голове все сломалось погодите цари не удержался хрум 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 а как так а как блять так я не понимаю почему карточка от зеркалена футболка нет футболка от зеркалена для видоса карточка обычная получается у меня мозг в моменте просто пошел сейчас я вообще не понял как это сделано я такой как так же самое предложили как только вега снимаешь ролики без рекламы единственная реклама своего кика предпочитательно где рекламе шуже один уинь или у него что-то другое он горит ее перевернул вот так это должно было быть по твоему по твоей логике короче я не знаю это ван вин гении по ходу вот тут нормально кстати и нац видно и футболочку видно а тут что-то произошло мягкий знак шатцов то же самое предложили только вега снимаешь ролики без рекламы единственная реклама своего кика предпочтительно где рекламишь уже один вин или у него что-то другое о бля я не знаю но прикольно типа из компания так расширяется такие бабки дает ну там по ходу коз есть или чё я не понимаю но там скорее указ есть а ну все тогда понятно все складывается это мне ну это не мне опять фу артас как вам такое типа мне организовали карту на которой будет месяц 100 тысяч долларов буквально 100 тысяч долларов я должен ходить и тратить их по дубайску то есть нужно ходить куда не поехать пойти потратить их я не знаю насколько под чистый умный ты будешь тратить бабки на хуйню и остальное снимать для того чтобы себе недвижку взять свою понял а нельзя так ну это какая-то блять тогда сколько это будет сложно в том плане что на улицу выйти невозможно там жара но тут везде кондиционеры то есть могу куда-то приехать и там ходить но но как это будет то есть город огромный даже просто куда-то проехаться 40 50 минут может быть сложно напряженно потом куда-то пройтись там даже 50 метров по этой жире пройтись для тех кто не был в такой атмосфере погоде для тех кто привык нормального климата вот пример у меня как виниться идеальный климат а не только климат гайз тут тут очень много вещей не то что они непривычны они будут просто по факту хуже если вы привыкли к чему-то определенному вот я привык виниться там идеальный климат да и блин много чего но даже даже банально самое такое банально вот типа девушки-женщины бедни бедни девушки-женщины так они просто вот украинки там славянки да они лучше чем просто средняя какая-то там дубайская проходящая там вы поняли о чем я говорю дайте денег гайз о как как бы блять на депорт не напиздел допустим с октября по какой-нибудь хотя думаю скорее с ноября думаю с ноября по какой-нибудь декабрь тут реально хорошо потому что примеру ну как типа вот как я даже к морю пройдусь вот море есть но его закрывают 7 вечера если солнце уже жарить 6 утра когда я должен быть и на это море только ночью а ночью нам нужно прокраса я все пытаюсь прокраса в бассейне прокрался вы когда-то может быть была закрыта на меня разумеется потом выгнали мне сказали типа не как бы выгнали сказали попросили уйти тоже говорят нету спасателей а бассейн если что 1.2 метра меня нужно спасать даже самое море получая дебилла болит и депортируйте море я не покупаюсь наверно ближайшие месяца три это и больше короче я должен получается это прямо моя деятельность и работа заключается в том что я хожу по дубейску по разным локациям возможно не знаю напишите видео куда сходить ну под видео комментариях потому что я мешаю ничем я только по отелю немножко ходил я второе свое видео запишу как я хожу по отелю не то чтобы есть желание куда заходить как бы не любитель этого всего я должен ходить и тратить деньги с этой карты нужно просто тратить нужно потратить за месяц 100 тысяч долларов к примеру если допустим за месяц запустить 4 или 5 видео а вот реально я вот думаю куда можно всадить на за месяц 100 кусков грубо говоря должен буду тратить каждый видос по 20 тысяч долларов бля я не представляю себе как не там один чел они все кто-то все организовал говорит сними яхту вот только ну окей снимет он яхту и чё дальше я такое а под солнцем блять вот там на яхте говорит еще с ними 10 аскортниц первое что мне в голову пришло шлюх естественно которые тоже приехали в дубай бабки лутать второе яхта и третье как анти вилла все ну больше нечего блять говорит купи себе дорогие часы за 40 тысяч долларов я я просто понять и каждое предложение я каждое предложение просто типа но я не знаю я буду тратить и средства может быть я кого-то привлекусь ее в помощь там не знаю как как и на себя потрачу 100 тысяч долларов что же должен у тебя смотрю я сделал видос по печи без воды и прочих херни про дубайск можешь глянуть оценить да я уже этот смотрю ты молодец ты денег где ты был раньше когда у меня бомбила жопу что он несет он сейчас по конструктиву начал пиздеть душа не был значит это моя основная деятельность теперь один из видосов будет ребят гениальный стартап скупить всю гречку довести ее в дубай и проводить в массы людям что гречка это очень вкусно и что ее не должны жрать только животные но должны и люди открыть ресторан где только одна гречка будет и напитки из гречки и гречка с молоком и гречка с грибами и гречка с луком и можно на гречке все сделать и туда мясо из гречки это какая-то уже братишка 3 или 4 возможно 3 не знаю точно гречка с гречкой а мне нужно купить комп как минимум потому что я перейду в дом не наконец-то появится комп я смогу по крайней мере там стримить то есть как мы реально надо по печи на ракетку короче лучше бы просто дали карту и сказали кататься по миру тогда точно столько улетит это кстати намного прикольнее чем его в дубае сидеть и вот так вот куда-то там лучше приятно дали ему эти бабки и пусть катается где-нибудь потеряется где-нибудь еще что-то оттуда и записывает влоги вот это реально контент да и это не в дубай посадили ему не интересно кататься блять бля ну почему и дубай там как жарко летом чуваки у нас 33 в москве там 40 там вообще невозможно это не шутка это не шутка там на улицу не выходят люди летом вообще соус а вернусь доигрывать суши ему даже до пройду стримы казино разумеется то есть в этом плане все как обычно на самом деле мне это ну частота стримов она будет примерно ну я не знаю в процентном соотношении примерно такая же наверное то есть я приехал сюда очевидно для того чтобы стримить казино потому что казино мог стримить и в другом месте основная моя деятельность заключается в том чтобы ходить и тратить деньги с этой карты найти куда их потратить и записать на видео как я трачу деньги и разумеется ну в мерче потому что один вин нужно отбить потери сколько они на все это тратят на эти все номера супер дорогих гостиницах потом на мой пентхаус который они мне сняли видео про него тоже запишу а а мне еще деньги на ставки что будет каждый видос когда будет две ссылки под стримом одна из них это будет ссылка на telegram там где делаю ставки меня попросили делать три ставки неделю но я им пояснил что-то как там я смотрю только и все и спорта на что могу делать ставки абсолютно случайно что-то делать чтобы кто-то вместо меня писал сообщение но это бред я в ахуе слышите а этот черт знает себе цену молодее с нахуй умеет пиздеть умеет пиздеть не вот так есть подумать ну реально красава ну а чё пиздеть то и вы скажете переобулся нет я просто видос смотрю реагирую в моменте типа как я вижу поэтому я могу как минимум одну ставку неделю делать мы смотрим рекламу и все ролики это реклама ну как бы постоянно смотрю каждую неделю то есть вот это будет одна ссылка под стрём где буду писать о своих ставках но допустим я могу сделать три ставки то есть знаете там понедельник вторник уже появились какие-то бои которые будут к субботе и воскресенью я просто них там поставил там кто выиграет но это относительно рандомно а уже более-менее подробно написать там почему я так думаю на что я ставлю я могу уже только там пятницу и субботу 3 потому что появляются обновь там ставки на раунды и прочее прочее в этом плане но я не знаю я буду эти ставки делать деньги давай карту с бабками не отмытыми а чел ходят им бабки но прикол реально будет и бабки вы ходить не об этом попросили но подробно описывать что-либо не знаю и второй момент второй момент как еще я так понимаю ну один виновцы планируют отбивать все эти средства потраченные на меня второй момент они не отобьют столько денег на тебя если чё ну то есть конверсия должна быть какая ебнутая я не знаю как у мыл строя наверно только так можно отбить бабки будет ссылка под стримом на какие-то какой-то телеграм-канал или что для различных тик токеров нарезчиков которые создают пути познать вот идет все нарезки контент то есть грубо говоря вот это записал куда вид там он строя взращивают видео где пиздел ни о чем выше либо чем принимается нашим терминалом хрен знает сколько минут они там вырезают какие-то типа я так понимаю интересные моменты папестрой 2.0 я хожу в мерче ну за счет этого они там профитанец спешу пожелать тебе удачного стрима спасибо гречка за донат мы тут недавно узнали что гречка это еда для животных можешь пожалуйста больше не донатить у меня вообще в этом всем маркетинге траффинге трафике не особо разбирать не собраться это все отбивать отбивать свои потери потому что не понимаете заставить на поехать за донатили еще и возраста это певица кто вот это вот мне 250 рублей закинула певица да я сомневаюсь и чтобы я сидел в этой жире девочка это кстати не я выдумал что она для животных это вот этот вот гений сказал испытал определенный дискомфорт после самолета у меня лучше были заложены почти сутки ну конечно в первом классе неплохо мне уже представил он летит я ну конечно в первом классе неплохо бля я чуваки клянусь я я вот сейчас первым классом полечу вот в китай до этого ни разу не летал это очень дорого вообще понравилось там лететь на ушах на были заложены вот так-то неплохо но блять да блять то что наши добраться я надеюсь что перелетев в первом классе не буду вот так стоять и такой боже не щуки и да я первый класс я самый первый выхожу суки куда вы лезете вы блядки и ну то есть на каком моменте вот это чсв хуета включается у людей у меня вопрос будешь короче он бля я тогда охуевший буду им нужны возможности чтобы отбирать свои потери через 19 дней мы летим в китай ну не знаю что еще пока добавить могу вам еще раз виды показать а что там вроде еще можешь показать как ты по улице ходишь я тебя молю не на крыше не на диване сука не в номере ты можешь просто на улицу выйти уже заснять хотя бы две секунды у третья ссылка для каких-то там рекламных предложений я не знаю просто я вижу как он на улицу ходит только сука стик токов школьников каких-то это не я буду отвечать хочу будет эта ссылка там не может будет написать тем кто конечно не волнует какие-то рекламных предложений у кого есть можете туда отписать в дубае походу там все люди сказиков сидят из-за лояльных законов или типа того хозяйство смотреть в дубае где там тратить такие деньги не в дубае казино есть что незаконно поэтому хз как это трактуется вообще но видимо значит онлайн казино ничего ну вроде все в принципе пока все плюс там гражданство не очень дорого стоит вот относительно там недвижку из покупая что ты гражданский уже получается что-то такое я слышал там и как бы не нужно там жить нисколько типа просто купил и то ли в нже ты получаешь короче хз какая-то всегда причем в нже там охуенно могу говорить на эту тему гигачат артас ну вот короче вам в смотозе нет я не скрываю тезе как бы тезе не попадает под индей попадает под индей некая информация которую тебе от компании передали то есть ты не имеешь права ее рассказывать потому что во первых ты подставишь человека во вторых ты сам попадешь под индей поэтому как бы нужно не путать то есть условия это и я могу блять назвать какие условно завтра может быть запишу видос как типа это очевидная вещь которую вы сами можете посчитать по отелю что-то там интересно я смотрю может быть даже потрачу протестирую эту карту первые какие-то покупки я не понимаю я не понимаю почему карточка блять отзеркалена футболка нет я не блять я отказываюсь в это верить что там футболка какая-то тогда не правильная получается еще за тут происходит ненужный мне нужно как я должен найти себе что то нужное значит получается футболка у него реально отзеркалена потому что возможно там как-то возможно закон обход или что-то такое что нельзя с рекламой ходить поэтому у него на футболке для всех людей написано Ниву 1. Ну, типа рандомный текст. Из-за этого, когда, например, он в футболке где-то и стоит, и отзеркаливает ее на постпроде, соответственно, она превращается в анвин. Поэтому, соответственно, у него карточка, которая написана, она отзеркалена. Короче, грубо говоря, это как вы знаете, что у нас нельзя, например, рекламить казики, например. Но если я свою тачку обклею, это тоже будет незаконно. Но если я обклею свою тачку и переверну название казика наоборот, соответственно, может быть, я таким образом обойду закон? Грубо говоря, я вот походил, так походил. Даже если не могу купить какие-то спортивные шорты там или кофты. Блядь, ты тупой карту развернул, это как с зеркалом. Сука, ты тупой, у тебя карточка вообще есть, идиот? Или тебе 12, блядь, у тебя карточки никогда не было? Ну, многие вещи тут банально хуже. Не могу найти хлопковую кофту, футболку. Я привез из дома себе, конечно, там футболочки. Хорошо, что я подумал об этом, потому что зашел в спортзал, там шорты, футболки, которые продаются, они все хуёвые. Они все хуёвые. Вот у меня вещи намного лучше. То, что у меня в Виннице было. Арабы читают справа налево. И что, блядь, у них буквы английские наоборот нарисованы? Вы что несёте, блядь, вообще? На самом деле, тут со многим так нужно будет поискать. То есть, вещи, которые у меня есть, они вот, ну, они лучше. Многие мои вещи, они лучше. Но, многие вещи здесь, например, просто вода. Вода это п***ц. Я с собой привез, ну, с Украины, воду, которую я там покупал. Я её пить не могу теперь. Вода тут лучше. Ну, это не вся. Я не буду говорить, какая, чтобы там, ну, как бы, не важно. То я один представил, что он едет, такой силикан, знаете, там, засол, вода из-под кранов, пятилитрушки, блядь. Приезжает такой, ему дают стеклянную бутылку премиум воды, блядь, которая ничем, кстати, не отличается по вкусу. И он такой, блядь, а тут какая вкусная вода, слышите? Мне кажется, выпустили отзеркаленную карту и всё. Мне кажется, выпустили отзеркаленную карту и все. Видос отзеркален, потому что он говорит, я возьму... Я возьму... Нет. Что, по сути, отражает особое мировоззрение носителя. Многоходовочка. Нет. Он говорит, что я возьму морковку в левую руку и берёт её в правую. Это очень важно. Либо он настолько гений, что не знает, где лево, где право, либо видос реально отзеркален. Соответственно, подтверждается теория, что футболка наоборот. Потому что карточку он показывает нормально. Поэтому у меня и сложилось ощущение, я такой типа, ну, вот, на тайминге 17.26. Вот. И я не понимаю, как это сделано. Футболка отзеркалена. Нам всем нужно у него поучиться. Футболочки не хлопковые. Гречкой не кормят. Нужно выходить на улицу. Застреют потратить чужие сто тысяч. Бедный Виталий Артас. Бедные только мать Макса. Для видоса. Какой смысл отзеркаливать видос? Задняя сторона карты. Я тебя сейчас нахуй побью. Это не задняя сторона карты. Это передняя сторона карты. Ты что, вообще дурной? У тебя карточка есть, блядь? Название воды отзеркалена тоже. Название воды отзеркалена тоже. Я это ехаю за... Дэай. Посмотрим интерьер МБ там текст. Какой то есть. Бля, мне просто интересно, для чего? Для чего типа вот это? То есть это... Вот это мне интересно. Для чего? То есть чел реально по улице ходит, блядь, в футболке, которая читается, как МИВ-1. А ник вообще Артас, Сара, ну вы поняли. Вы видите, братишкин, какой смысл мне зеркалить сейчас вебку? Или наоборот мне зеркалить футболку для того, чтобы, блядь, зеркалить на том контенте? Мы сегодня женщины бить идем. И она просто не с этой водой дефолтной. Эта вода, кстати, вроде стоит. Ее вроде тоже можно в Украине было купить. Она стоит вроде грин 200. За бутылку. Она, конечно, ну... Я могу ее бесконечно пить. Мне больше кроме этой воды ничего не надо. Я могу даже пережить, что я не могу тут купить апельсиновый сок нормальный. Пока я не нашел. Весь сок, что я покупал, я купил 5 разных бутылочек или 6. Даже там в каких-то рестиках пробовал заказывать. Мне дали деньги на счет. А, разумеется, не за свои деньги. Хожу по рестикам. Ни фиг, что не делать. Но я пробовал заказывать сок в рестиках. Все хуйня. Сложно. С едой это отдельный пиздец. Может, я тоже запишу видео, как я в каком-то заведении объясняю, как мне нужно приготовить. Потому что это вообще пиздец. Они, они... Ну, тут маринады, соусы, вся хуйня. Это бесконечная. Блин. Самое неудобное. По-английски-то я могу разговаривать, все объяснять. Но, когда я смотрю фильмы или сериалы, там, бред, никто не сидит в ресторанах по часу и не объясняет про еду ничего. То есть я английских слов, связанных с едой, особо не знаю. Мне их приходилось гуглить, запоминать. Потому что я их не использую особо. Так, ну, вроде все сказал. Очень сумбурно, потому что очень много информации. Я не могу все вспомнить, все сказать. Основное сказал. Я приехал сюда записывать, получается, видеоблоги, как я трачу деньги с этой карты. Я думаю, они хотят показать, как я веду роскошную жизнь, которая мне, по сути, не особо-то нужна. То есть, понимаете, самое забавное, я готов вести роскошную жизнь, если они за это заплатить. Не сегодня, но буду. Я готов вести роскошную жизнь, то, что, ну, представление людишек считается роскошным, если мне за это дать денег. Это пиздец. Ну и то, что я сказал. Каждый видос, ссылка под стрелом на ставки, который я буду делать, там, получается, три раза. Это UFC. Для тиктокеров, нарезчиков различных, кто создает этот разный контент, нарезает ссылки там. А, попросили сказать, что им там будут, типа, дохуя платить первое время. Я не знаю. Ну, попросили сказать. Ну, и там время от времени буду ставлять ссылку на различные рекламные приложения. Вот. Ну, моя деятельность просто заключается в том, я же говорю, я этим всем заниматься не буду. Моя деятельность в том, что я тут хожу просто, снимаю, вот, и трачу деньги, блядь. А мне за то, что я трачу деньги и покупаю себе приколы, мне за это платят деньги, блядь. Ну. Короче, я понял. Смысл в том, чтобы из таких вот медиек, которые там будут пилить, будет второй, грубо говоря, Мелстрой. Ну, то есть, Мелстройщина. Короче, грубо говоря, Мелстрой задал, как будет работать рынок в ближайшее время. Ибо за ТикТоки я буду платить, что-то еще я там буду делать. И на самом деле, не, не жаль, ни хуя. Типа, блядь, ну, так бы сидел, пердел, блядь, свои это, копейки бы дыхал, блядь, а сейчас может что угодно покупать, и все же будет его, просто он не может, блядь, не тратить, получается. Ну, окей, что нет. Баба Куван Вину, по-моему, дохуя. Очень дохуя. Эта хуя никогда не окупится, очевидно. Она окупится только в случае, если депперов будет дохуя. Типы решили, блядь, взрастить еще одного просто, мол, строя. Вот и все. Ну, то есть, контент-то, блядь, понятен. Он как начал описывать, я сразу понял, что это за хуя. На долгосрок, наверное, работают, да, на медийку, прокачаться, типа. Да они уже, вон там, скупают порнушниц всяких, типа, нормальная тема. Я, блядь, заебался уже. Смотришь такой, блядь, чё за хуя на превьюхе, вон вин, блядь. Коммент почитай. Пусть эта контора потратит любые деньги, чтобы построить его дом с синей комнатой в Дубае. Теперь папаня может на серьезных выдавать фразы по типу, я получил власть, которая не снилась моему отцу. Бедный миллиардерыч, вывезли из страны с закрытыми границами, привезли в какой-то нищий дубайск, и заставили тратить столько долларов, даже гречки нет. Держись, папаня, мы с тобой. Папаня показал ту самую комнату, в которой ничего нет. Кого-то призывают... Ой, на фронт, а папе чё призвали в Дубае, осуждаю. Жизнь двоечника, который ушел после восьмого класса. А я напоминаю, этот человек собирал головоломку с глобусом пять минут. Настоящий аскет, находясь в самом дорогом отеле мира, не может себе позволить, компьютер жалуется на отсутствие гречневой каши и жует морковку. Так бы выглядела Винница, если бы величайший дал бы 0,1% от своих донатов на развитие города, бля. Бля, ты-то вообще порвало нахуй. Шейхыч делает вид, что прилетел в Дубай, а не перешел в другую комнату. Папич в 2017-м снимает гайд на индивидуалок. Папич в 2024-м становится самой дорогой индивидуалкой. Послушайте мой ремикс на альбом пикабов ТГ. Скоро из Винницы начнут летать самолеты с поставками апельсинового сока и мешками... Степанами. Чё? А мишками Степанами. Вы тут смеете себя? Папич наконец открыл окно и показал Винницу. Вот он наш аскет, который всегда говорил, что деньги ему не нужны. Тут сервис, конечно, ебанутый. Все ходят, все кланятся. Бля, представляю, как Папич идет по коридору и говорит очереднярам, не нужно кланяться. Папич 10 лет отказывался от коммерческих предложений, чтобы дождаться наиболее жирных. Именно тот факт, что его оператор, судя по заблюренному отражению в зеркале, является девушкой, говорит нам о том, что именно это и стало причиной его переезда. Виталий, давай уедем, пока можем, пожалуйста. Оператор с 40-летним стажем. Миллиардерыч показал свою настоящую хату. Бедную Виталия взяли в заложники шейхи заставили бедного тратить по 20 к долларов за видос. Еще и эскортниц предложили поснимать. Но Виталий не такой, он взял с собой 14-1. Папич 10 лет жрал хлеб, воду и бисквитных медведей, чтобы наконец выбраться дальше своего подъезда. Пусть тебе 10 эскортниц на яхте привезут с килограмм гречки прямиком из Винницы. Папич на протяжении 20 минут а 47 секунд делает вид, что это не его отель. Проблема в самом дорогом отеле мира в Дубае. Нет хорошего апельсинового сока, нет приколов из свежих мишек, отсутствие свежей нац в мини-баре, нет гречневой каши, очень жарко, невозможно выйти на балкон, невозможно выйти к морю, очень жарко, куча людей в бассейне, шумят, не нравится, рестораны все хуйня, одежда хуже, чем в Виннице, плюс и вкусная морковка, второе, дорогая вода за 200 гривен. Я, чуваки, не завидую. Объясняю, почему. Очень много условий и очень много сомнительного. Такое нет. Под него, под его образ, наверное, да, это прям хорошо стакается. Под любого другого мне нихуя. Ну, то есть, это все не просто так и, скорее всего, за кадром что-то охуенно, что там осталось. Сток о зелени, только на траты. Учитываем тот факт, то, что сколько еще занесли, чтобы он не тратил, например, а сколько он зарабатывает. То есть, еще и этот прайс. Все это окупается, скорее всего, неебическим количеством интеграции на самом ютубе, видимо, или, блядь, на Кике, где он будет стримить хз. Двумя ТГ и видосами на ютубе. Ну, то есть, это фулл пакет, ебаный. Такой фулл пакет может стоить, ну, наверное, лямов 50, наверное, если Папич не продешевился. Судя по 20, 30, вот 20 вот так это может стоить. Короче, там вообще пи***. Но плюс еще учитывайте тот факт, то, что если это на долгосрок, либо МБ Папич продешевил там лям, но при этом далее, ну, лям в месяц он получает, или 2 ляма в месяц, рублей, естественно. Или там 5 лямов в месяц. И карточку вот эту вот еще с 100 к долларом каждый месяц, где он должен что-то тратить. Ну, такое тоже может быть вообще вполне. АПЛОДИСМЕНТОМОЁТОМОЩИЕ